ВИХРЬ ПТ-255 ПЛ – надежная торцовочная пила для профессиональных задач. Инструмент поставляется в комплекте с зажимным устройством, двумя боковыми упорами, двумя монтажными ключами, пылесборным мешком и пользовательской документацией. Аппарат достаточно внушительный и увесистый – 15 кг. Торцовочная пила выполнена в оранжевой и серебристой расцветке из металла и пластика. На уровне моторного блока есть две рукояти – одна для управления, вторая для транспортировки инструмента. Под транспортировочной ручкой расположен фиксатор, позволяющий заблокировать пилу в поднятом или опущенном положении. С торца рукояти выведен кабель для подключения к бытовым розеткам на 220 вольт. Для управления пилой на фронтальную рукоять вынесены две клавиши с защитным механизмом, которые фиксируют кожух пильного диска в закрытом и открытом состоянии. Патрубок пылесборника, которому крепится мешок для сбора стружки и прочих пильных отходов, крепится в основании инструмента, рядом с сетевым проводом. Также к патрубку можно присоединить строительный пылесос. Под патрубком разместился лазер, который запитывается от двух пальчиковых батареек. Лазерная разметка улучшает точность распила и облегчает резные задачи. Но главная особенность пилы кроется в наличии протяжного механизма, который позволяет увеличить ширину поперечного пропила. На поворотную платформу вынесены наклейки с обозначением углом пропила, что позволяет быстро зафиксировать направляющую под необходимым углом. Боковые упоры также надежно фиксируются болтами и позволяют проводить работы с длинными брусьями. На задней части тоже предусмотрен упор с подпоркой, который не позволяет пиле заваливаться назад, а спереди предусмотрена винтовая ножка. Номинальная мощность пилы составляет 1900 Вт. Частота вращения 5000 оборотов в минуту, а диаметр пильного диска достигает 255 мм. Пила может выполнять прямые и вертикальные резы по всей длине заготовки под углом от 0 до 45 градусов вправо и влево. Также возможны комбинированные резы, например, для изготовления рам для картин, а также для стропильных ферм. Субтитры создавал DimaTorzok